здравствуйте сегодня предлагаю вам вот такой узор узор для шарфиков я думаю он такой достаточно объемный за счет переплетения другая сторона тоже такая интересная это связано с такой вот пряжи грубоватой жестковатой а вот из более мягкой пряжи ну вот на жестких нитках образуется такая косина но я думаю что для шарфика нормально будет на более мягкой пряжи косина менее заметно расчет петель кратно 5 плюс 1 для симметрии и плюс 2 кромочные мы наберем две дорожки 13 петель схемы к этому узору нет потому что ее просто невозможно построить и первый ряд первый ряд сразу после набора кромочная 1 лицевая это разделительные изнаночные дорожки с лицевой стороны будут а теперь вывязываем основной узор на 4 петлях 2 вместе провязываем изнаночной но не сбрасываем дальше теперь делаем накид вот так делаем так теперь вот так делаем чтобы нам дальше перейти и теперь опять 2 изнаночные вместе здесь просто по-другому и не свяжешь перси сбрасываем дальше опять разделительная дорожка 1 лицевая и еще раз 2 вместе провязываем изнаночной теперь делаем накид чтобы нам перейти к следующей петли вот так две вместе мы еще должны как бы вот так сделать у нас получается то своего рода такой двойной накид провязываем вот у нас получается то есть на 4 петлях у нас получается 3 петли и все сбрасывая лицевая кромочная 2 ряд кромочная изнаночные петли вяжем изнаночными так теперь вот эти 4 петли которые у нас 3 петли получились теперь провязываем их лицевыми и накид провязываем два раза то есть за переднюю стенку и за заднюю стенку так у нас было 4 петли и должно остаться 4 провязали лицевой эти петли желательно провязывать или за переднюю или за заднюю но чтоб одинаково было изнаночная и опять накид провязываем за переднюю стенку за заднюю стенку лицевая изнаночная кромочная и эти два ряда повторять сейчас мы еще раз кромочная лицевая вот у нас на 4 изнаночные вот мы их провязываем 2 изнаночные провязываем вместе изнаночной но не сбрасываем теперь делаем накид прямой вот так теперь еще раз захватываем у нас получается как бы двойной теперь провязываем эти две вот так тоже изнаночная вместе изнаночной все сбрасывая вот у нас получается вот так вот две петли провязаны а это накид вот он такой получается длинненький если так будете вязать ну тут будет неудобно тут будет неудобно поэтому так вот так и вот так еще раз чтобы можно было провязать цена и кромочная и далее провязываем уже накиды не забываем провязывать двумя петлями так мы связали вот такой узор несложный немножко такой путаный да но без схемы на этом заканчиваем до новых встреч